Здравствуйте, меня зовут Рафикова Аделия Шавкатовна, я являюсь магистром второго курса Казанского Федерального Университета. Сегодня я бы хотела поделиться своей темой «Эволюция образа зла в европейской визуальной культуре V-XIII веков». Что мы представляем, когда говорим о средних веках, об искусстве того времени? Это массивные романские храмы или устремленные ввысь готические соборы, это великолепно украшенные манускрипты или богато украшенные церкви. Искусство средних веков никого не оставляет равнодушным, и, безусловно, конечно же, сложно составить однозначную оценку всему этому дивному многообразию. Но тем не менее, темы актуальны тогда, в средние века, актуальны и по сей день. Так, например, вопросы добра и зла всегда формировали моральный образ человека и, конечно же, отражались и в искусстве. Говоря об эволюции образа зла и вообще об образах зла, нужно сказать, что прежде всего в средневековой культуре мы говорим о христианской культуре, потому что основные образы мира, добра и зла были порождением главной книгой христианства, священной книгой Библии. Именно поэтому через призму Библии мы знаем о главных образах того времени. В целом, эволюцию образа зла можно поделить на три крупных этапа. Начиная с зарождения образов зла в позднеантичных фресках и мозаиках, дальше с развитием персонификации зла, уже дьявола, в псалтере и далее в лицевых апокалипсисах. И также включение образов зла в систему страшного суда. Тем не менее, потребность запечатления священных образов рождается в христианстве еще до объявления ее государственной религии, то есть до 4 века. Образы зла нам известны еще с катакомбного искусства. Там, казалось бы, в пространстве скрытым от глаз человеческих художники стремятся передать образы зла. Причем стремятся передать не по функциям каким-то дидактическим или поучающим, а и не устрашающим, а в связи с тем, что хотят передать священную историю такой, какая она есть, в том числе с негативными аспектами. Правда, здесь образы зла представлены с тонким указанием на негативную природу животных, которые на крайне негативном, крайне скорее с моралистической точки зрения, а не с физиологической точки, показаны в Библии. Такие сцены, как правило, это сцены Данила во рву львиным или сцены с искушением Христа. Здесь мы не увидим демонстрации животные силы. Напротив, мы видим животное в подчиненном положении, видим триумф главного персонажа, победу простого человека или святого над животным, воплощением хтонических сил. Как правило, здесь главным становится единый жест, единый механизм, это жест попрания, в котором как раз-таки и животные показаны в этом подчиненном положении. Образы зла в это время не встречаются в отдельных сюжетах, ведь наиболее выигрышный его показ осуществляется лишь в связке с победившими его, соответственно, добрыми силами. Таким образом, долгое время образ зла остается не персонифицирован, а показан лишь через негативную природу животных. И, конечно же, в связи с этим возникает вопрос, в чем же причина отсутствия персонификации образов зла в данном периоде христианского искусства. И вот Джеффри Бартон Рассел, это американский религиовед, историк, отвечает на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что отсутствие прямого интереса к изображениям зла было выражено блаженным состоянием христианства, когда не было как внутренних, так и внешних каких-то стимулов для наделения зла какими-то специфическими качествами, какой-то иконографии. И действительно, долгое время образ зла остается не персонифицирован, не представлен в отдельных каких-то сюжетах, мы его не видим в образе дьявола. Однако первым таким обращением к образу зла, как к образу дьявола, мы можем увидеть на мозаике в Сан-Аполлионаре Нового в Равейне, которая датируется 520 годом. Здесь Христос изображен в окружении двух фигур. Справа от него находится ангел в красном одеянии. Цвет его одеяний указывает на эфирную среду, откуда он, собственно, и произошел. Данный ангел также простирает свою руку над агнцами, которые символизируют праведников. А слева от Христа мы видим голубого ангела, одетого в цвет нижнего воздуха. Соответственно, он простирает свою руку над козлищами, которые как раз-таки и символизируют грешников. Казалось бы, где здесь фигура дьявола? Ничто не указывает на нее. Однако, беря во внимание символику цвета, предательское расположение дьявола слева от Христа и его близкость к этим самым козлищам, указывает как раз-таки на этого голубого ангела, как на образ дьявола. Соответственно, кстати говоря, он не выглядит монструозно, он так же, как и другой ангел, наделен крыльями, нимбом, соответствующим одеянием. Однако, наличие нимба не должно нас удивлять, ведь часто нимб это всего лишь символ силы, а не символ святости. Впоследствии, в Средневековье, также многих апокалиптических персонажей тоже будут наделять нимбами. Соответственно, в это время художник опирается скорее на чувство композиционного строя, потому что, скорее всего, канон изображения дьявола или зла не сформировался, а средневековая традиция также еще и не возникла. И, возможно, также художникам двигало желание показать дьявола как ангельского персонажа, с таким указанием на его ангельское происхождение и на положение зависимого от бога. Ну и, конечно же, вопрос в том, что же побудило равенских мозаичистов персонифицировать образ зла. На самом деле, действительно, были несколько факторов таких, которые определили данное изображение. Первый фактор связан с тем, что, возможно, именно в этот период бурно обсуждается на церковных соборах включение Нового Завета в библейский канон. Новый Завет, как известно, также характеризуется и наиболее противоречивой его частью с откровением Иоанна Богослова, где как раз-таки множество присутствует апокалиптических фигур, которые, возможно, также и дали какую-то фантазию для художников, для их воплощения, их образов. Соответственно, следующий момент связан с тем, что в это же время в Средневековье проникают определенные дуалистические ереси, считающие дьявола и вообще зло отдельным космическим принципом, независимым от бога. Да, и, соответственно, деляя его какими-то важными характеристиками. Таким образом художникам в то время важно показать дьявола как существо, зависимое от бога, указать на его ангельскую природу. Именно поэтому мы видим такие изображения, связанные с дьяволом, как с персонажем, с голубым ангелом. Ну и впоследствии, если говорить о смене традиции, на втором этапе с упадком римского мозаичного искусства, новым центром создания таких изображений становится скрипторий варварских королевств, то есть ранне-средневековых монархий. Здесь главным источником по изображениям зла дьявол является псалтери. Это идеальный источник, нарративный для того, чтобы показать священную историю. Если в римском или античном искусстве изображения представлены скорее фрагментарно, то здесь мы видим нарративное повествование священной истории. И, конечно же, псалтери, она объединяет людей, потому что здесь мы видим среди читателей самого разного рода людей, как социально, так и культурно, которые, тем не менее, объединены единой верой. И вот такое стремление к централизации прослеживается в том числе и в образах зла. Здесь мы видим, как фигура дьявола отделяется от бесов, возникает демоническая иерархия. Он наделяется определенными атрибутами, в том числе атрибутами власти. И даже рождается идея дифференцированной системы наказаний для грешников. Соответственно, тут, кстати, видим совсем новый, кардинально какой-то интересный образ дьявола, образ зла. Вместо голубого, возможно, привычного нам уже ангела, мы видим когтистое темное существо, достаточно устрашающее, которое активно наделяется этими самыми различными атрибутами. Фигура зла отделяется от фигур бесов, возникает, как я уже сказала, своеобразная даже демоническая иерархия. И, соответственно, одним из самых таких интересных атрибутов, которым наделяется такой каролинго-атоновский тип, является атрибут посох. Казалось бы, странно встретить посох в изображениях, присущих дьяволу, являющих собой образ дьявола. Потому что посох для нас это как бы атрибут максимально позитивный, он символизирует в какой-то степени древо познания и власть над пространством земным, подземным и небесным. Казалось бы, что могло вообще связывать этот атрибут с таким негативным персонажем, как дьявол? Однако, если провести анализ всех изображений, например, штутгарской псалтере и псалтере-хлудовской, мы можем увидеть, что здесь посохом дьявол назначается лишь тогда, когда он представлен в противодействии самыми высшими и самыми сильными персонажами. Например, в сценах с искушением Христа. Вот здесь, в флудовской псалтере, мы даже видим какой-то необычный посох, навершие которого наделено особым свечением. Здесь нам, опять же, художники хотят показать вот это противостояние добра и зла. Часто, кстати, в таких сценах, самое удивительное, Христос может, конечно же, не быть вооруженным вообще ничем, потому что его образ не нуждается в подтверждении его силы. И дьявол может быть повержен простым крестным знамением, что показывает его бессилие в какой-то степени. А дьявол и его фигура назначаются большим количеством атрибутов. Конечно же, эти атрибуты присущи скорее для тех псалтерей, которые были созданы в государствах с сильным политическим устройством, с централизованными государствами, в которых действовал сильный монархический принцип. А вот, например, в вечно раздробленной Кельтской Ирландии, вот представленный здесь, соответственно, разворот из Кельтской книги, мы видим дьявола совершенно другого. Это такой одинокий персонаж, не наделенный никаким царством, ни иерархией бесов, ни даже оружиями. Конечно, видно, что здесь, не имея какого-то определенного юридического опыта или такой политической практики, художники рисуют дьявол гораздо менее властным. Но самое интересное тут в том, что здесь мы крайне редко видим дьявола как бы наделенным таким атрибутом важным, как меч. И дело все в том, что меч как бы в новозаветной традиции нам символизирует, соответственно, оружие, ну, я бы сказала, атрибут сына человеческого в момент страшного суда. Или символизирует божественное слово. В античной же традиции, в общем-то, меч, он символизирует какое-то право. Право решать вопросы жизни и смерти. И таким правом у нас наделен только бог. Дьявол уже карает по его попущению, и, соответственно, в таких псалтерях дьявола сложно встретить. Конечно, мы не увидим его наделенным мечом. И также нужно сказать, что в псалтерях часто противостояние добра и зла показано как военное столкновение. Здесь, конечно же, стоит рассмотреть Утфрескую псалтерь, которая является собой, так сказать, воинство Христово против войск Сатаны. И показано это все как будто происходит в действительности. Мы видим и городские какие-то постройки в этой псалтере, и даже укрепления. И здесь революционным данным псалтером является еще и потому, что впервые, наверное, здесь показаны так разнообразные какие-то наказания для грешников. Таким образом, в этой псалтере как бы рождается мысль о том, что грех и невозможность вознесения с богом не является наказанием самим по себе. В том числе рождается идея телесных наказаний, причем максимально дифференцированных. Ну и перейдя к следующей части, к лицевым апокалипсисам, надо сказать, что в связи с возросшими эсхатологическими ожиданиями в средневековом обществе, главным источником по образу дьявола становятся именно лицевые апокалипсисы. В данном исследовании было бы целесообразно обратиться к следующим апокалипсисам. Это Трирский апокалипсис эпохи Каролингов IX века, Бамберский апокалипсис XI век, и также испанский Беатус, который является собой, конечно, непохожим на все остальные традиции. И также богатый ряд такой англо-французских апокалипсисов более поздних XII-XIII веков. Рассматривая прежде всего Трирский апокалипсис, нужно сказать о том, что в основе Трирского апокалипсиса лежит античный образец. Однако именно данный факт часто становился вопросом дискуссии между историками и, соответственно, между исследователями данных апокалипсисов. Дело в том, что если легко узнаваемые каролинские дополнения в данном апокалипсисе, которые выражены через горбатые щиты, крылатые копья и сбруючу мед, и другие детали франкского костюма, в том числе и какого-то обмундирования, нам понятны, то не совсем понятно происхождение образов зла. Ключевой вопрос, были ли образы зла в античной традиции, либо они были каролинским дополнением в данном апокалипсисе. Кто же все-таки здесь ответственный за данную традицию? И анализируя античное искусство, мы приходим к тому, что здесь на самом деле такой образ зла, как крылатый змей, на самом деле присутствовал и в античном искусстве тоже. Если присмотреться, мы видим, что в античном искусстве крылатый змей, как тоже одно из воплощений образов зла, присутствует на саркофагах богини Деметры, который как раз-таки вот эти колесницы с крылатыми змеями и, собственно, запрягает. Таким образом, можно сделать вывод, что в триирском апокалипсисе мастера были достаточно верны античному образцу, но незначительно добавили, как бы разбавили этот апокалипсис своими франкскими деталями, военизировали его, чтобы показать, возможно, мощь своего государства, как раз-таки оно переживает расцвет в это время, но не сделали колоссальных изменений в образе зла, так как, возможно, у них не было других образцов апокалипсисов, и они хотели передать главные образы такими, какие у них есть. Ну и, соответственно, следующий апокалипсис, это бамберский. Здесь он более поздний, и тут, на самом деле, если мы говорили про триирский апокалипсис, как некий мостик между античным традициям изображения зла и, соответственно, средневековым, то бамберский апокалипсис рисует совершенно новую традицию, новую, более упрощенную и понятную для читателей. И, соответственно, здесь, конечно же, тоже нужно обратить внимание на сцены внутри этого апокалипсиса. Дело в том, что тут присутствует интересный баланс сцен. Несмотря на то, что бамберский апокалипсис как бы создан в то время, когда действительно существуют какие-то эсхатологические ожидания, это тысячелетие, логично, здесь мы видим революционную сцену с освобождением дьявола демона, что как раз-таки является прямой отсылкой на вот эти самые тысячелетия, когда действительно придет конец света. Однако логически последующих за данной сценой сюжетов мы не наблюдаем в этом апокалипсисе. Например, нет царства Христа, которое как раз-таки было вполне себе логичным завершением и оправдывало бы вот эти миллионарийские ожидания общества того времени. Дело в том, что данный бамберский апокалипсис имел свое такое интересное происхождение. Он не просто был создан для священников, для ознакомления с текстом, допустим, а он был создан по заказу императора Оттона III. И возможно, как раз-таки осознавая актуальность идей этих эскатологических или, в общем, анализируя ожидания каких-то сектантских групп, которые как раз-таки верили в конец света и какие-то миллионарийские ожидания распространяли, Оттон III и его придворные просто не хотели видеть в своем апокалипсисе подобных сцен, не разделяли данных сцен и боялись какой-либо реакции. Поэтому бамберский апокалипсис в какой-то степени можно назвать достаточно консервативным на те тенденции, которые проходили тогда в обществе. Либо люди просто не осознавали данных тенденций и не хотели их изображать в таких вот заказах. Но, однако, нужно отдать должное бамберским мастерам. Действительно, у них удалось, собственно, составить такое более простое изображение апокалипсиса. Но часто это было достигнуто за счет упрощения некоторых сюжетов, за счет симметрии композиционного строя и так далее. То есть подвижки в традициях изображения зла здесь были продиктованы скорее художественным оформлением, нежели действительным следованием за какими-то эсхатологическими ожиданиями. Ну и следующий, конечно же, совсем не похожий на другие апокалипсис, это у нас лицевые апокалипсисы Беата, так называемые Беатусы, которые были созданы по комментариям Беата Лиебанского. Они демонстрируют совершенно другую традицию, отличную от центральноевропейских стран. Туда могут даже лечь какие-то африканские мотивы. И действительно, в реалии данного апокалипсиса был возложен такой сюжет о противостоянии испанских королевств с маврами, населяющих тогда Пиренейский полуостров. Что касается фигур зла, то здесь они представлены максимально на контрасте с упорядоченными божественными фигурами. И если мы обратимся снова на фигуры зла, мы видим, в какой динамике они представлены, как контрастно и на целых две страницы. Мы видим целые развороты, посвященные схваткам с чудовищем, и, конечно, они выглядят максимально ярко. И здесь, конечно же, нужно сказать и про смену функции. Смену функции из самого Беатуса, который как раз-таки изначально принадлежал для простого ознакомления монашеской практики, ознакомления с духовным текстом. А впоследствии, видимо, социальный спектр данных апокалипсиса расширяется. И, соответственно, конечно, иллюстрации становятся и больше, они становятся ярче. Вот, и интереснее для нас. Ну и более поздняя традиция апокалипсисов, представлена через ряд англо-французских апокалипсисов. Конечно, данные апокалипсиса изначально также предназначались для простой монашеской практики ознакомления с текстом. Но впоследствии функции данных изображений меняются. И здесь впоследствии данные апокалипсиса заказываются в том числе и для придворной знати. Они начинают писаться на другом языке, не на латыни, на англо-нормандском. И социальный спектр расширяется. Они, конечно же, туда включаются какие-то придворные элементы. И в том числе даже фигуры зла. Здесь включаются совершенно, я бы сказала, другие и заметные нам такие разнообразные фигуры, олицетворяющие собой зло. Это и антихрист, и левиафан. И представлены они максимально как люди. Они опираются собой на иконографию земных монархов. Мы видим антихриста, выседающего на троне, раздающего приказы, или выседающего на левиафане, одетого в шикарную мантию, в короне, со скипетром. И, соответственно, конечно, такие изображения стали возможны тогда, когда люди в том числе вдохновлялись изображением своих господ. Соответственно, жестика и поза тоже играли большую роль в изображении образов зла. Здесь, например, на Ламбетском апокалипсисе мы видим более позднюю практику, запечатление этой практики, а именно заключение договора высших сил с дьяволом. И, соответственно, расторжение этого договора. И, казалось бы, для того, чтобы эту сцену запечатлеть, действительно, мастера и общество того времени должно иметь представление о каких-то юридических практиках, о церемониале того времени. Кроме того, обратите свое внимание на образ вот этого антихриста. Он, как подобает царственной особе, наделен этими знаками-отличиями, знаками власти, короной, скипетром, троном. И также, посмотрите внимательно, у него даже есть свой бессоветник и бессписарь. Тоже интересный момент, конечно, его нужно подчеркнуть. Ну и впоследствии, как я уже говорила, социальный спектр апокалипсисов все расширяется. Соответственно, они становятся более богато украшены, добавляются украшения золотом, серебром, и религиозный контекст все более и более опускается. Часто, кстати, видно, что в псалтерах, что в лицевых апокалипсисах столкновение добра и зла представлено как столкновение каких-то войск. То есть художники в каком-то смысле, они военизируют религиозный сюжет. Для чего было это сделано? Возможно, для того, чтобы продемонстрировать в том числе мощь своего государства и тонко указать на зрителям или читателям, на то, что хоть война и духовная, то будет она вести здесь, в реальности, на земле, усилиями земных войск и их правителей. Ну и заключительный этап, который мы сегодня рассмотрим в образе зла, это включение зла в систему страшного суда. Давайте снова вернемся к уже знакомой нам такой мозаике из Сан-Аполлинарино-Ова-Воровейни, в которой у нас аллегорически было изображено разделение агнцев от козлищ, и таким образом это была сцена страшного суда. Если мы вспомним, то с 4 века вообще страшный суд представлен в какой-то степени даже наивно, только через фигуру Христа, который как бы отделяет агнцев от козлищ, символизирующих собой тех самых праведников и грешников. Однако акцент делается лишь на разделении душ, но никак не на их последующих судьбах. И, соответственно, впоследствии, конечно, образ зла, да и сам страшный суд эволюционирует. И изначально эту эволюцию можно, конечно, проследить и в том числе в изобразительном искусстве, тоже в псалтере и на различного рода манускриптах. Вот, например, в Винчестерской псалтере мы видим сразу воплощение двух традиций изображения страшного суда, а именно ада вот в псалтере. Это и северная традиция, которая демонстрировала нам страшный суд, и ад, как пасть Левиафана, здесь она наблюдается, и южная традиция итальянская, которая демонстрирует нам ад, как царство сатаны, с центром внутри и с иерархией бесов. И вот художник данный псалтере как бы интегрировал в одно пространство сразу две традиции. Мы здесь видим и пасть Левиафана, и при этом видим ограниченное пространство, которое, кстати, извне заперто ангелом, если присмотреться. И в том числе внутри мы видим, хоть и не по центру, но у основания пасти мы видим того самого дьявола, который выделен максимально, он большего размера, у него присутствует также посох или жезл, и даже какие-то бесы рядом. Но если присмотреться к грешникам, то нужно заметить, что и они в достаточном стиле тоже как-то дифференцированы. Достаточно дифференцированы. Здесь мы даже можем наблюдать трехчастную модель средневекового общества. Мы видим как нагие фигуры, которые символизируют бедняков, мы видим также как и фигуры, которые символизируют воинов, и фигуры, которые, возможно, являются священниками. То есть автор данного изображения действительно пытался отобразить всю суть средневекового общества. И не только дифференцированное наказание, но и социальное происхождение данных людей. То есть теперь мы понимаем не только, как людей наказывали, но и то, как они грешили, и почему они грешили, кем они являлись. И это все в этом изображении. Ну а в архитектуре тоже архитектура не стояла на месте. И одним из таких знаковых, я бы сказала, архитектурных памятников, посвященных страшному суду, и ценных для нас с точки зрения рассмотрения образа зла, ада, дьявола, в этой системе является собор Сен-Фуа, святой веры в Конке. Это городок, находившийся в очень важном месте, на пути паломников в Сантьяго де Компостелло, к мощам святого Иакова. Конечно, большое количество людей, просто масса, проходили через данный собор, около данного собора и наблюдали вот такую картину. Если обратить внимание на ад, то мы скажем, что здесь также действует этот самый централизирующий монархический принцип внутри ада. Здесь дьявол уже хоть и находится под богом, он как бы в подчиненном положении, он связан, если присмотреться, но тем не менее он непоколебим, он сидит на троне, в окружении своих приспешников, он не осуществляет наказание, он лишь следит за их исполнением. Также мы видим самых разных грешников, которые также выполняют свои какие-то функции. И, конечно же, дьявол, как и демоны, тоже наделены своими атрибутами. Атрибутами как которые помогают осуществить наказание, так и атрибутами власти. Например, скипетром, у дьявола мы видим также корону и цветущий трон. Таким образом, мы видим эволюцию образа зла от действительно такого косвенного указания на природу зла в животных до голубого ангела и до образа зла как такого центра в аду. Действительно, мы просмотрели эту эволюцию и можем сказать, конечно, о том, что это было бы невозможно без специфического опыта средневекового общества. Ведь мы с вами рассмотрели, что для некоторых государств с отсутствием таких практик, таких изображений просто не существовало долгое время. Конечно, во многом художники основывались на чувстве композиционного строя. Они смотрели на принципы симметрии и так далее, но тем не менее, конечно, дьявол свою роль поменял. И спасибо большое за внимание. На этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!